Итак, для блинчиков по ГОСТу нам понадобится 481 грамм муки 481 грамм воды Немножко воды оставляем для брожения Вода должна быть тёплая Нам понадобится 17 грамм сахара В тёплую воду добавляем этот сахар Нам понадобится 9 грамм соли Её тоже добавляем сюда, в тёплую воду Нам понадобится 14 грамм дрожжей Их мы высыпаем все сюда Щепотку муки Чтобы дрожжем было что кушать Хорошенько всё вымешиваем Вливаем сюда разведённые дрожжи Вбиваем одно яйцо Хорошенько всё вымешиваем Тесто уже такое клейкое Смотрите Но это ещё не то тесто, что нам надо Нам надо, чтобы оно подошло Посмотрите, как хорошо Как хорошо поднялось тесто Его немножко надо обмять И будем выпекать блины Оно такое Оно такое, как какая-то резина Не резина, а Я даже не знаю, как сказать Как силикон жидкий Оно такое мягкое, расстоялась клетчатка Надо намокнуть ложку воды Взять ложечку Круглянка Что у него есть? Что у него есть? Оно так, что он говорит Взять ложечку Оно такое и оно так Притягиваем Оно так, что он работает Взять ложечкой Хорошенько Субтитры сделал DimaTorzok Они такие большие, слушайте, они такие пышные Я готовлю на 355 градусов по Фаренгейту или это 180 по Цельсию Можно даже сделать меньше Смотрите, какие высокие, пышные получились блинчики Большие, 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 где-то пару сантиметров высоты Сейчас еще буду делать порции Капельку масла Чуть-чуть, немного Воду макаем ложку Капельку масла Капельку масла Потому что тесто липкое, оно прилипнет Быстренько жарятся они Капельки масла Капельку масла Смотрите, какие высокие, пышные получились блинчики. Большие, большие, где-то пару сантиметров высоты. Бурбонский сироп кленовый, вообще он так пахнет, таким коньяком, и на вкус очень вкусно. Блинчики такие получаются воздушные. Мы уже съели целую тарелку, те предыдущие, это второй заход. Они такие легкие, воздушные и очень-очень приятные на вкус. Совсем не сладкие, поэтому если с вареньем или с медом, или с кленовым сиропом, то как раз по сладости самое оно. Но их также можно подавать и со сметаной, например, соусом из рыбки, с лососем или с икрой. Они такие. Короче, этот рецепт, вот я вспомнила, как мы в школе кушали блинчики в пинерском лагере. Короче, вот это вот вкус детства. Не, но ГОСТовские рецепты, конечно, они удивительные. Я теперь все буду стараться по ГОСТу делать. Это просто, это правильные рецепты. Это вкус, вот настоящий вкус, не химия какая-то непонятная. И смотрите, они получаются, они выходят такие, как надо. И у меня еще целая миска теста осталась. Вот, целая миска теста. Я уже два захода сделала. Но я в холодильник поставлю, потому что нам столько не надо. И завтра буду еще блинчики жарить. Он тесно может стоять еще один день в холодильнике. Это нормально. Вот, но они такие воздушные, мягенькие, такие клевые блинчики. Боже, это капец, это так вкусно. Это просто невообразимо вкусно. Скидываю их на салфетку сначала, потому что лишнее масло пусть себе впитается. Еще салфеточкой накрою, пусть еще сверху впитается. Смотрите, какие блинчики обалденные. Смотрите, какой толстый блин. Но он толстый, но он не забитый, он такой легенький. А по вкусу это просто улет. Вот улет. Я поражаюсь. У меня слов даже нет и даже не знаю, что сказать. Настолько вкусно. Еще сделаю еще одну партию пшелота. Обалденно вкусно. Тесто еще лучше поднялось за это время, когда я жарила. Неõ Watcher� По моему дуку animationered актуаль理. Пошла я кушать свои блинчики Потому что это просто нереально устоять С этим бурбонским сиропом Вот такая марка Он где-то 15 долларов стоит Он настоен в бочках Испадок коньяка И такой запах Бурбона Короче улет Я даже не знаю что сказать Потому что настолько вкусно Я еще себе варенье С вареньем еще буду Сюда еще на один варенье положу Потому что я люблю еще с вареньем Сейчас буду дегустировать Какие они мягенькие Хрустящая корочка Но не твердо Вообще не твердо Так вкусно Я думаю что с сухими дрожжами Может не получиться настолько вкусно Хотя пробуйте Я не рискну делать это с сухими Потому что дрожжи дают хороший-хороший вкус Здесь Так вкусно Вкуснятина Обалденная Стоит копейки Вот копейки Одно яйцо Немного муки Дрожжи Вода Смотрите какой Он такой Пухленький Такой мягенький Очень-очень вкусно Это божественно вкусно Это настолько простая еда И настолько бюджетная Наверное она стоила Одно яйцо Пол килограмма Ну почти пол килограмма муки Пол литра воды Но это я округляю Рецепт в инфобоксе будет Значит одно яйцо Пол кило муки Пол литра воды Ложка там соли Ложка сахара Прикиньте Вот такая вкусная И чуть-чуть дрожжи 14 грамм дрожжи было Ну там Не знаю Наверное две чайные ложки Я потом напишу в рецепте Сколько сухих дрожжей Надо Если у вас нет Если у вас нет Свежих дрожжей Я напишу Сколько надо сухих И вот такая простая еда Она настолько может быть вкусной Это удивительно Я уже Я не знаю Сколько лет я не делала Блинчики Вот такие оладушки Потому что они у меня Никогда не получались Все это надо снимать Они уже Красивые Они у меня никогда не получались Всегда какие-то выходили Какие-то забитые Какие-то Не знаю Не знаю Какие-то жирные получались Такие всякие Ну короче не то И вот первый рецепт Первый раз И сразу получилось Прикиньте Сразу И нету первого блина комом Удивительно Удивительный рецепт Я наверное Поджарю все И поставлю уже В холодильник Жаренный Потому что Малая делает себе Малая делает себе В гриле их Потом Она их грилит И у нас есть лосось И с лососем И есть еще икра И короче Она грилит Смотрите Какие толстенькие Получились Сейчас я его Укушу Посмотрите Вот на этот Этого толстенького Пористый Мягенький-мягенький Обалденно вкусный Вот Ничего не взять Отсюда Ни отнять Ни добавить Вот они такие Как надо Такие школьные Вкус школьных Вкус оладушек Из школьной столовой Обалденные Очень вкусные Очень-очень вкусные Рекомендую Попробуйте Простейший рецепт Проще наверное Некуда И видите С первого раза Получились Такие блинчики Оладушки Очень я Очень довольна Я этот рецепт Беру себе В книжку Свою В свою тетрадку Рецепт Который Я буду еще делать Не раз Всем пока Всем приятного аппетита Чао